Уважаемые коллеги, добрый день. Мы рады приветствовать всех собравшихся в этом зале. И сегодня мы открываем научно-практическую школу, которая будет посвящена проблеме, которая волнует практических онкологов. Она посвящена будет меланомии. Тема достаточно актуальная, интересная. И сегодня в зале здесь собрались те специалисты, которые непосредственно занимаются лечением пациентов с данной патологией. Я думаю, у нас есть что рассказать друг другу. Мы очень просим всех очень активно принимать участие в конференции, задавать вопросы, рассказывать о своем опыте, потому что это самое главное, ради чего мы собрались. Именно обменяться опытом и понять, что проблема такая есть, она решаема, в общем-то. Появились новые препараты, новые возможности. Сегодня мы об этом будем пока раз говорить. И сегодняшняя конференция, она проводится под эгидой ассоциаций онкологов. Наверное, вы знаете, что еще создана ассоциация про меланома. Это ассоциация, которая, объединяя специалистов, которые занимаются именно проблемами лечения меланомы, возглавляет эту ассоциацию профессор Демидов Лев Вадимович. И я думаю, что есть предмет для обсуждения. И всех желающих, которые захотят вступить в данную ассоциацию, нужно просто выйти на сайт и заполнить специальное заявление. Я думаю, что мы об этом еще в куларах поговорим, в перерывах переговорим. И те вопросы, которые будут, еще мы с вами обсудим. А так мы сейчас приступаем к нашей работе. Слово предоставляется для открытия конференции Александру Михайловичу Щербакову, заместителю директора Института онкологии имени Петрова. Будьте добры, Александр Михайлович. Прежде всего, здравствуйте, коллеги, друзья. Очень приятно видеть полный зал. Это значит, что та конференция, та тематика, которую избрали организаторы, она, безусловно, актуальна, но об этом говорят и те цифры, которые заболеваемости меланомой, которые на сегодняшний день есть в статистике, они говорят о том, что за последние, наверное, 17 лет, начиная с 2013 года, прирост заболеваемости меланомой составил у мужчин порядка 47%, у женщин 60%. Это серьезно. Поэтому та тема и те аспекты, которые сегодня вам представят наши лектора, они, безусловно, будут охватывать все аспекты этой проблемы. Это проблемы и профилактики, и ранней диагностики, это проблемы лечения комбинированного, хирургического. В то же время будут представлены современные взгляды на лечение онкологических заболеваний, в том числе и меланомы с использованием методов молекулярной диагностики, с использованием иммунологических методов. И мне хочется пожелать всем плодотворной, интересной работы. Мы надеемся, что те знания, которые вы сегодня приобретете, сегодня и завтра, они послужат вам прочной основой для дальнейшего улучшения работы с вашими пациентами, для дальнейшего совершенственного метода диагностики и лечения такого грозного заболевания, как меланома. Удачи вам. Спасибо. Уважаемые коллеги, позвольте от лица организаторов поздравить вас с присутствием здесь на берегах Невых. И мы все организаторы очень рады, что зал полный, что есть интерес к данной тематике. И позвольте перейти непосредственно уже к самой конференции. И предоставить слово Алексею Викторовичу Новику с сообщением о меланомообщей сведении и эпидемиологии. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Прежде чем начать наш подробный рассказ о различных аспектах диагностики и лечения профилактики, мне бы хотелось представить эти наши представления о том, что случилось за последнее время в лечении меланомы. И начать хотелось бы с вот этого слайда, который отражает изменения продолжительности жизни пациентов за последние 10 лет, правда это английские данные, но их можно экстраполировать и на нас. Посмотрите, меланома – это та опухоль, которая за последние 10 лет показала наибольший прогресс именно в качестве лекарственного или медицинского лечения. То есть мы научились ее лучше лечить благодаря тому, что мы стали ее лучше понимать. Она занимает второе место в списке всех заболеваний и существенно превосходит, например, рак легкого или рак желудка по улучшению результатов лечения этих групп и пациентов. Благодаря чему это произошло? Прежде всего, это произошло благодаря тому, что изменилось существенно наше представление о меланоме. И я позволю себе сделать некоторый ретроспективный такой анализ, как менялось наше представление с течением времени. Это результаты, это картинки взятые из наших учебников за практически последние 80 лет. Посмотрите, если в 30-х годах мы представляли это как достаточно большую опухоль, все больные были с распространенным процессом. Мы не знали, откуда опухоль происходит, это эпителиальная или мезохимальная, шли споры в то время. Мы знали, что, возможно, есть какая-то связь с нервной трубкой, но уже тогда мы знали, что бывает длительное течение заболевания. Дальше. Прошло 20 лет. Установлена связь опухоли с меланоцитами. Мы знаем, что заболевание может иметь длительную предысторию, более 10 лет. Мы знаем, что для лечения используется хирургическое лечение, но надо делать моноблочное удаление, надо делать огромные операции, когда одновременно в одном блоке иссякается и первичная опухоль, и регионарные лимфоколлекторы. Дальше. Размеры опухоли уже на картинках меняются. Это уже более маленькие образования. Мы научились ее раньше диагностировать. Мы знаем, что есть начальные симптомы – быстрый рост, усиление плотности, появление гиперамии и невуса. Размер образования уменьшился. Он стал от 1 до 3 см. И мы стали потихонечку уменьшать доступ. Это уже не огромный моноблочный отступ, это опухол стопы, но все-таки еще очень широкий по современным методам – от 3 до 10 см. О лекарственном лечении тогда еще не говорили. И что мы видим сейчас? Сейчас мы знаем, что это опухоль, которая характеризуется длительным течением в начальной фазе, которая может иметь предысторию в десятки лет, но которая характеризуется очень агрессивным течением при достижении фазы вертикального роста. Мы знаем, что у нас в сегодняшний день появились ранние признаки и способы диагностики. Вы видите, мы обнаруживаем раннее начало заболевания, мы обнаруживаем, появилось понятие вообще меланома инсиду, которого раньше не было. И многие картинки предмеланомных состояний, которые были раньше, фактически являются уже меланомой инсиду под современным представлением. Мы узнали, что заболевание бывает гипотрогенным. Таким образом, меланома – это не каждая меланома одинаковая. Есть группы болезней, которые объединяются общим термином «меланома». Они различны генетически, они различны по прогнозу, они различны по подходам к лечению. И, наконец, генетические и иммунологические особенности, которые мы узнали, позволили нам как раз достичь тех вершин, на которых мы есть сегодня, на которых, безусловно, нельзя останавливаться. Что касается эпидемиологии, то мы здесь занимаем равное место по сравнению со всеми остальными развитыми странами. Видите, здесь синим показывается частота заболеваемости, и она у нас идентична таковой в западном мире. Но самое важное, что заболеваемость растет, но растет в большей степени у пациентов молодого возраста, у социально активных пациентов, у тех пациентов, которым, казалось бы, жить и жить, но у них появляется достаточно серьезное заболевание, и к ним надо проявлять повышенное внимание. Что касается смерти, то мы также не отличаемся. Мы находимся в той зоне, где смертность меланома одна из наиболее высоких в мире. Ну, безусловно, самая высокая смертность в Австралии у белого населения, но, тем не менее, мы отстаем не так сильно, как нам казалось бы. Но что печально, если сравнивать наши подходы с подходами зарубежных коллег, прежде всего, западной медицины, это то, что если у них количество больных четвертой стадии крайне мало, у них мало больных с второй, третьей стадии, но у них очень много больных с первой стадии, у них хорошо поставлены ранние выявления, то у нас картинка имеет совершенно другую ситуацию. Мы лечим очень много больных с достаточно толстыми меланомами, мы лечим многих, многие пациенты обращаются только, когда у них появились уже изменения в регионарных лимфоузлах. И, к сожалению, у нас не так много пациентов с первой стадии. Но, чтобы рано выявлять и думать о первичной профилактике, нам, в первую очередь, надо знать факторы риска. И здесь солнечное влияние, влияние негативное солнечного излучения является одним из наиболее важных. Так, например, известно, что более пяти солнечных отжогов в течение жизни увеличивает риск меланомы практически в два раза. Это очень большая цифра. Если вдуматься, практически у всех у нас есть более пяти солнечных отжогов в течение детства, когда у нас кожа наиболее не защищена и наименее совершенны способы защиты. Таким образом, что касается солнца, нам очень важно и пациентам, и их родственникам в том числе. И вообще, людям разъяснять, что есть такое понятие, как правильное солнечное поведение. Надо сделать так, чтобы загорать можно, загорать нельзя. Поэтому, как реклама, как такое смешное словосочетание, иностранные коллеги предлагают вот такое определение правильного солнечного поведения. То есть нам надо одевать одежду, мазаться солнцезащитными кремами, использовать шляпы, использовать очки. Ну и надо до какой-то степени принимать и витамины, потому что доказано, например, что прием витамина В3 снижает риск базилиома кожи, которая тоже является другой опухоли кожи, зависящей от солнечного излечения. Итак, другие факторы риска. Безусловно, невусный синдром, большое количество невусов на коже является фактором риска. Другим фактором риска является, собственно, тип кожи. Но тип кожи – это неплохо, нехорошо, это то, что у нас есть. Это полиморфизм определенного гена, но он имеет под собой эволюционное преимущество. Так, для жителей стран с высокой солнечной инсоляцией благоприятен темный тип кожи, потому что он хорошо защищает от солнечного света, а солнечного света достаточно даже при темной коже, чтобы выработать достаточное количество витамина D. В северных широтах, наоборот, типичный светлый тип кожи, типичный красный меланин, который не защищает от солнца, но при этом выработка витамина D увеличивается многократно. Безусловно, для пациентов с высоким риском мы можем попробовать применить методы скрининга. Они на сегодняшний день при меланоме развиваются, хотя они являются общепринятыми. Какие этапы могут проходить пациенты? Это, в первую очередь, выявление популяции больных высокого риска, фотографирование всей кожи, при подозрительных очагах драматоскопии, при выявлении сомнительных очагов удаления гистологического исследования. К чему это приводит? Вот пример такого скрининга с помощью фотографий. Видите, у пациента множественные неосы. Определить вот этот очаг на первичном осмотре нереально без предшествующей фотографии. Вот этот маленький очаг – это меланома, выявленная на скрининге. И к чему приводит такой скрининг? Мы имеем динамику, мы имеем динамику дерматоскопической картинки, которая позволяет нам заподозрить какие-то изменения в пигментном очаге, которые в противном случае, может быть, мы бы наблюдали, а в данном случае они будут удаляться. И таким образом мы действительно можем предотвратить меланому. Но, к сожалению, на сегодняшний день это еще не настолько эффективный метод скрининга. Так, мы должны скринировать 400 пациентов, чтобы предотвратить один случай меланомы. Но вместе с тем такой подход, тщательный подход, внимательный подход, он дает нам много времени, потому что от выявления этого очага до появления показаний к его удалению проходит в среднем 6 месяцев. Это большой промежуток, иногда проходит более года. То есть мы можем понаблюдать, мы имеем время подумать, мы имеем время выполнить какие-то действия. И большая часть меланом, который удаляется при этом скрининге, они менее 1 мм. То есть с вероятностью 95% они излечиваются простым хирургическим методом лечения. Другие генетические факторы – это, безусловно, мутация. Но если говорить о наследственной меланоме, то это крайне редкое заболевание. Наследственных семей можно пересчитать по пальцам. Так вот яркий пример – это случай, например, Эстонии, где нашли сначала две наследственные семьи, в которых передавалась меланома. Но когда углубились в историю этих семей, последили ее до 15 века, оказалось, что это все-таки одна семья. Таким образом, это крайне редкий наследственный фактор, на который увеличивается тысячекратная вероятность развития меланомы. С другой стороны, у нас есть различные факторы. Генетические факторы, которые влияют на развитие меланомы с различной силой. У нас есть факторы с высокой пенитранцией, но они, слава богу, редки. У нас есть факторы со средней пенитранцией, к этому относятся цвет кожи, полиморфиз меланокартинного рецептора, который отвечает за цвет кожи. Есть различные факторы, которых мы еще до конца всех не знаем, с низкой пенитранцией, но которые вносят свою посильную лепту. Но самое главное достижение, которое мы достигли, это не фактор генетических рисков меланомы, а в путях, которые используются и которые нарушаются при развитии злокачественной опыслили. Вот здесь схематически представлена достаточно старая картинка, вы могли ее уже видеть, по различным путям, которые активируются при меланоме. Итак, у нас есть путь от рецептора тирозинкиназа через различные каскады сигнальных путей, в котором включают BRAF, поскольку все это заканчивается на белке ERK, это иногда называется ERK-сигнальный путь, иногда это называется метагеноактивированный протеинокиназный путь. Но этот путь, он нарушается очень рано, и он не зависит от Солнца. От Солнца зависит вот этот путь, от меланокартинного рецептора до ядра, и мы пока еще не научились адекватно воздействовать на этот путь. Первые препараты, направленные вот сюда, в ядро, могут потенциально блокировать его работу. Также есть сигнальный путь ВНТ, полиморофизмы этого гена тоже влияют и обеспечивают взаимодействие. Для того, чтобы меланом развелась, необходимо мутаться не в одном пути, а сразу в нескольких. В среднем считается, что для развития злокачественной опухоли необходимо от 3 до 5 мутации, но при меланоме это несколько тысяч мутаций. Для чего нам надо знать генетику? Генетические факторы на сегодняшний день играют большую роль в определении стратегии лечения, о чем будет рассказывать Евгений Наумович. Что же касается эпидемиологии, мы уже заранее можем предположить, какие генетические факторы больше работают у тех или иных пациентов. Вот это результаты нашего исследования, которые оценивали частоту мутаций БРАВ и различных мутаций БРАВ В600Е, В600К в популяциях пациентов. Посмотрите, у молодых пациентов вероятность мутации В600Е 90%. Это почти абсолютная вероятность нахождения такой мутации. У нас есть терапия направлена на эту мутацию. И посмотрите, у них наибольшие показатели и заболеваемости, и смертности от меланомы. В дальнейшем эта доля в заболеваемости существенно падает. Растет роль мутации В600К, снижается частота мутации В600Е. Это уже другие пациенты, это более пожилые пациенты. И, как вы видите, растет и количество, и меняется количество БРАВ позитивных или БРАВ негативных пациентов. Но что более важно, что оказалось, что меланома – это достаточно гетерогенное заболевание. Если у многих мы можем выявить, какая драйверная мутация, то она является не единственной. Видите, что у них является огромный полиморфизм различных других мутаций. И есть пациенты, у которых, в общем, мы особо полиморфизм что-то найти не можем. Даже некоторые коллеги вводят термин «трижды негативные меланомы», хотя мы привыкли это слушать про рак молочной железы. Более того, оказалось, что в течение развития меланомы спектр мутаций несколько различается. Если БРАВ мутации возникают очень рано, они разникают еще до возникновения невуса. Для невуса они тормозят рост невуса. И только последовательное развитие следующих мутаций приводит к появлению меланомы с радиальным фазовым роста, витекарным фазой роста. И совершенно различные мутации обеспечивают метастазирование в лимфоузлы и появление отдаленных метастазов. Таким образом, меланома с региональными метастазами может быть совершенно иным заболеванием, нежели меланома с отдаленными метастазами. И подходы к ней должны быть другие. Показательное также исследование коллег, которые сравнили нагрузку генетическую у пациентов, у которых была метастаза меланома в региональных лимфатических узлах, у которых не было метастазов более чем 5 лет. И те, которые запрогрессировали и прогрессировали в головном мозге. Посмотрите, насколько это различные генетические заболевания. У тех, у кого, кто не метастазировал, у них практически нет мутации, которые есть у пациентов в большом количестве с метастазами в головном мозге. Это еще раз говорит нам о том, что заболевание гетерогенное и эту гетерогенность мы вяжем между пациентами. К сожалению, такую же гетерогенность мы можем увидеть и внутри пациентов. Здесь пример исследования, которое сделали не при меланоме, но оно очень показательно. При меланоме показывают те же результаты. Смотрите, здесь в данном случае идет речь о опухоли почки. Взяли первичную опухоль и разделили на 10 частей. Взяли отдельные метастазы, которые были удалены, и проявили их генетический анализ. Что оказалось? Что во всех опухолях есть одна драйверная мутация. В данном случае была мутация в гене ВИЧЛ. Но потом все метастазы имели разную генетическую характеристику. Более того, здесь вот буквы мер обозначены части первичной опухоли. Даже в первичной опухоли в разных очагах были разные генетические исследования. И похожая ситуация наблюдается в меланоме. Посмотрите, варианты дивергенции клонов, варианты эволюции клонов при меланоме с различным метастатическим потенциалом. Это, безусловно, надо учитывать. И вероятность из-за этого у нас есть в дальнейшем резистентность к лечению таргетными препаратами. Но эти знания могут являться и поводом для осмысления и для улучшения стратегии. Я думаю, Евгений Наумович как раз расскажет применение именно генетических знаний для дальнейшего лечения меланомы. Второй очень важный аспект при меланоме – это ее связь с иммунной системой. На сегодняшний день вы все знаете, что меланом – это опухоль, характеризующаяся большим количеством мутаций. Эти картинки показывают практически на всех конференциях. В меланоме есть так называемые иммунные профили генов, в зависимости от которых иммунотерапия работает или не работает. Я хотел в качестве иллюстрации воздействия и взаимосвязи меланомы с иммунной системой показать вот эти картинки. Это образование лимфоидно-подобных структур рядом с очагами меланома. То есть фактически организм может специально при наличии опухоли образовать систему, образовать структуру, подобную лимфоузлу, которая будет бороться с этой опухолью. Специально для этой опухоли – это лимфо-неогенез, который достаточно хорошо показан. Что важно, что у этих пациентов, у которых рядом с опухоли образуются такие структуры, у которых есть инфильтрат в опухоли иммунных клеток, они обладают гораздо лучшим прогнозом, чем пациенты, у которых этого всего нет. Потому что иммунная система потенциально может уничтожить меланома. Она может вылечить меланому на сегодняшний день потенциально практически на любой стадии. Подводя к завершению этот разговор, в целом хотелось бы сказать, что на сегодняшний день наше изменение представления о меланоме привело к существенному прогрессу в контроле над заболеванием. И знание факторов роста делает выявление первичную профилактику опухоли вполне возможной и выполнимой задачей на сегодняшний день. А понимание различных генетических и иммунологических особенностей позволяет на сегодняшний день настолько поменять идеологию лечения, что мы обсуждаем уже вопрос об излечении меланомы на любой стадии. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Алексей Викторович. Вопросы, пожалуйста. Спасибо большое, Алексей Викторович.